Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа Но мы все с вами знаем, конечно, что до самого недавнего времени фракция демократической партии в палате представителей представляла собой единый блок Демократы дружно говорили нет каждому предложению, исходящему из Белого дома Нет! Демократы на корне отвергали финансирование стены на американо-мексиканской границе В один голос они требовали, требуют, продолжают требовать отменить коллегию выборщиков Сделать это непросто, нужна поправка Конституции Они также беспрекословно поддержали спикера палаты Пелоси, которая предложила снизить возраст избирателей с 18 лет до 16 Опять-таки сделать это очень сложно, требуется поправка Конституции Ну и демократы в один голос, в один голос защищали свою коллегу-антисемитку Ильхан Омар Фракция демпартии являла собой несокрушимой, как гибралтарская скала-монолит И ничто казалось не в состоянии нарушить единство демократов Никто и ничто Случилось почти непредсказуемое Разброд и шатание в рядах демократов И легко назвать того, кто несет вину за раскол фракции Это выступавший сегодня перед всем народом специальный прокурор Роберт Мюллер В течение почти двух лет, с мая 17 по март нынешнего 19 года Бывший директор ФБР Мюллер расследовал сговор, коллюзию избирательной кампании Дональда Трампа с режимом Владимира Путина Среди демократов и не только депутатов Палаты представителей Сената Миллионов демократов, рядовых избирателей, рядовых партийцев Среди них вряд ли нашелся кто-то, кто сомневался бы в существовании сговоров Ну и о сговоре трубили все, без исключения журналисты и телекомментаторы антитрамповских средств массовой информации Демократы не могли дождаться окончания проводимого Мюллером расследования Которое расследование должно было открыть глаза каждому сомневающимся в сговоре Трампа с Мюллером и Путиным Трампа и Путиным Каждый должен был усвоить, что это будет доказано Однако Мюллера и команда его помощников, а это были все без исключения демократы Пришли к заключению Не только Дональд Трамп, но и вообще ни один американец, никто не участвовал в сговоре с Россией Сказать, что демократы были разочарованы, значит ничего не сказать И они задались вопросом, дамы и господа Они задались двумя вопросами, которые мучили несколько поколений русских революционеров Что делать и кто виноват? Впрочем, на второй вопрос, кто виноват, ответ был ясен каждому Виноват Мюллер, он израсходовал от 25 до 30 миллионов долларов, говорят, до 35 И зарасходовал эти деньги из госказны, не сумел доказать то, в чем не сомневался И ни один демократ, ни один демократ не сомневался, что Трамп был в сговоре с Путиным Мюллер этого доказать не смог И вот председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлера Фэт Джерри, как называет его Трамп, он уже вызвал Мюллера на ковер для допросов Но сегодня, кстати, общаясь с аудиторией, телеаудиторией, миллион Мюллер сказал, что он не выйдет в палату представителей Потому что он все, что хотел, изложил в своем отчете Читайте 448 страниц И вот ответ на вопрос, что делать, что делать Этот вопрос расколол фракцию демократов Во фракции образовалось два блока Один требует начать, не откладывая процедуру имписьмента Второй блок уверен, спешить не следует Первый блок — это 55 депутатов афроамериканцев Второй — это более 30 депутатов, впервые избранных в палату представителей в ноябре прошлого года У тех и у других есть союзники и противники, которые не входят ни в один и ни в другой блок И дамы и господа, прежде чем ответить на вопрос, чем руководствуются и те, и другие На мой взгляд, следует обратиться к антитраповской истерии, начавшейся немедленно после поражения Хиллари Клинтон То есть в ночь с 8 на 9 ноября 2016 года В первые же часы после выборов демократы и политики журналисты начали обсуждать вопрос О конституционном смещении Трампа с поста президента Начали еще, кстати, до инаугурации до 20 января 2017 года Конституция представляет два варианта смещения президента Первый вариант — импичмент В статье 2 и 4 раздел Конституции записаны, читаю Президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов Могут быть отстранены от должности по импичменту за государственную измену, взяточничество Либо за другие серьезные преступления и правонарушения Это вторая статья, 4 раздел Конституции Первый вариант — устранение президента Есть второй вариант — изгнание президента Он записан в 25-й поправке Конституции В ней говорится, что вице-президент может занять пост президента, если президент, читаю Не в состоянии осуществлять свои полномочия и обязанности Итак, два варианта В феврале 2017 года, это не прошло и месяца со дня инаугурации Трампа Газета Нью-Йорк Таймс напечатана под заголовком Вот под таким заголовком Газета напечатала письмо врачей, психиатров и специальных работников Заголовок Профессионалы в области психиатрии предупреждают о Трампе Окей Авторы письма Психиатры, социальные работники, врачи, уверяли читателей Цитирую Эмоциональная неустойчивость, проявляемая в речах и поступках мистера Трампа Делает его неспособным служить президентом Конец цитаты Авторы письма считали нужным, необходимым, не просто нужным, необходимым Воспользоваться 25-й поправкой, чтобы сместить Трампа Много месяцев спустя, дамы и господа, нам стало известно, что в первые недели после инаугурации Трампа этот вариант 25-ю поправку Обсуждали заместитель министра юстиции Род Розенстайн и заместитель директора ФБР Эндрю МакКейб Однако вскоре антитрамписты пришли к выводу, что импичмент более надежное оружие И мистер Розенстайн назначил бывшего директора ФБР мистера Мюллера специальным прокурором для расследования коллюзин, коллюзин Трампа с Россией Мюллер прекрасно знал, что от него хотят Именно поэтому среди его помощников не оказалось ни одного республиканца, только демократы В том числе, мы с вами это прекрасно знаем, были демократы, которые жертвовали в избирательный фонд бабули Хиллари Сегодня есть сведения, дамы и господа, не подтвержденные, конечно, ни Мюллером, ни членами его команды Сведения такие Приступая к расследованию в мае 17-го года, специальный прокурор уже знал Никакого сговора избирательной кампании Трампа с Россией не существовало Таким образом, отпадало обвинение президента в государственной измене Обвинение во взятоке речи об этом также не заходило Оставалось, значит, цитируя снова Конституцию, другие серьезные преступления и правонарушения Они и должны были подвести Трампа под импичмент Но Мюллеру и других обнаружить не удалось Однако его многостраничный отчет 448 страниц Этот отчет оставил демократам открытый к импичменту Трампа дверь В отчете говорится, что специальный прокурор, цитирую Не реабилитирует президента, не реабилитирует от возможных обвинений в препятствии правосудию Подобного приговора история не знала Потому что каждый прокурор, дамы и господа, завершив любое расследование Должен решить, предъявлять обвинение или не предъявлять Третьего варианта не дано Либо да, либо нет Прокурор Мюллер и его бригада изобрели третий вариант Предоставив демократам в палате представителей широкий простор Для обвинения Трампа в препятствии правосудию То есть в серьезных преступлениях и правонарушениях И демократы незамедлительно воспользовались представленной им возможностью Объявили, что опросят, допросят десятки советников и помощников президента На протяжении всего Мюллеровского расследования Антитрамповские журналисты не прекращали уверять читателей, телезрителей, радиослушателей В существовании сговора Трампа с Россией Особенно изощрялись ставшие телевизионными комментаторами Бывший директор ЦРУ Джон Брэннон И бывший директор национальной разведки Джеймс Клаппер Они называли президента предателем Требовалось убедить американцев Трампу не место в Белом доме И вот если бы удалось убедить большинство американцев Однопартийцы Трампа в Конгрессе вероятно посоветовали бы ему уйти в отставку Не дожидаясь импичмента Прецедент уже был Окунемся в недавнюю историю 9 августа 1974 года Ричард Никсон подал в отставку Он ушел с поста президента через два дня после встречи с тремя однопартийцами в Белом доме Глава фракции республиканцев в палате представителей Джон Ротс Глава фракции республиканцев в Сенате Хью Скатт И самый авторитетный республиканец в Конгрессе Сенатор Барри Голдооттер Объявили президенту Никсону Его ждет импичмент и удаление с поста президента В связи с ултергейским скандалом Двумя годами ранее, в 72-м, Никсон одержал сокрушительную победу на президентских выборах Он победил в 49 штатах из 50-ти И за него голосовал 61% избирателей Это 72-й год Спустя два года, в 74-м, его поддерживали не более 30% И об этом свидетельствовали опросы общественного мнения Пришедшие к президенту в Белый дом Три республиканца Уведомили его Контролируемый демократами Конгресс Прислушается к мнению большинства сограждан Вам, мистер президент, следует уйти Жена и дочери Никсона Убеждали его бороться за конца Но президент прислушался не к ним, а к Роцу, Скату и Голдотеру Так вот, нынешние демократы считали Что и Трамп уйдет, не дожидаясь импичмента Если большинство американцев, не менее 70% Сочтут, что ему не место в Белом доме Однако, несмотря на круглосуточную антитрамповскую истерию В средствах массовой информации Рейтинг Трампа резко опускался ниже 40% Обычно был ближе к 50% Но после того, как Мюнер объявил Что сговора Трампа с Путиным не существовало Демократы осознали История с Никсоном не повторится Однако об импичменте они не забыли Сплоченная группа конгрессменов-афроамериканцев Требовала изгнания Трампа еще до того Как демократы получили большинство мандатов в Палате Представителей после промежуточных выборов в ноябре прошлого года Отчет Мюнлера их ни в чем не убедил Не переубедил, не мог переубедить Тем более, тем более, дамы и господа Мюнлер оставил открытым вопрос Об обвинении Трампа в препятствии правосудия Тоже произошло сегодня, когда он выступал Он опять этот вопрос оставил открытым Однако в дни и недели, последовавшие за промежуточными выборами Более 50 конгрессменов-новичков Образовали в Палате представителей блок противников импичмента И эти депутаты первогодки нашли союзников Возможно, временных, но нашли в лице спикера Нэнси Пелоси И ряда других старейшин фракции Демократической партии 20 мая, в понедельник Интернетский сайт «Политика» сообщил о совещании В кабинете Пелоси руководители фракции С представителями противодействующих группировок У автора этой информации три статьи Три человека Они назвали статью так Заголовок длинный, полностью читаю Пелоси конфликтует за закрытыми дверями С коллегами-демократами в споре об импичменте И авторы пишут со ссылкой на непоименованные источники Что спикер и ее союзники отвергли призывы к импичменту В частности, они цитируют Пелоси Вот что она сказала Речь идет не о политике А о том, что лучше всего для американского народа Однако конгрессмен из сцениси Стив Коэн возразил Билл Клинтон был подвергнут импичменту из-за секса А Трамп насилует всю страну Отвечая ему, отвечая конгрессмену Коэну Нэнси Пелоси дала понять Причем противоречие самой себе Речь идет о политике Импичмент Трампа сможет привести к потере демократами Депутатских мандатов на выборах в следующем году Республиканцы относятся к числу таких счастливчиков Они не волнуются за результаты выборов Они победят Но после прошлогодних выборов Палату представителей пополнила большая группа демократов Из-за кругов, в которых традиционно побеждали республиканцы Независимые избиратели, то есть ни демократы, ни республиканцы В этих кругах голосовали за кандидатов демократической партии По одной единственной причине Они подозревали Трампа в сговоре с Путиным Отчет Мюллера показал, сговора не было Значит, нельзя относиться к Трампу, как к врагу народа Но если дело все же дойдет до импичмента То всем демократам, всем Вне зависимости от того, какие округа они представляют в Нижней Палате Им всем придется голосовать за импичмент Вот этого-то этого и опасаются депутаты первогодки Из республиканских округов Вряд ли среди них найдется хотя бы один Кто слушается начальства, будет голосовать за импичмент Если дело до этого дойдет, но что их ждет на выборах? Итак, совещание у Пелоси за закрытыми дверями было в понедельник 20 мая Через два дня в среду, 22-го Она публично на пресс-конференции обвинила Трампа в ковер-ап Ковер-ап, что-то негодяй скрывает, ковер-ап Что скрывает президент? Спикер не сказала, но обвинив Трампа в том, в чем обвиняли и Ричарда Никсона Она дала понять, что не исключает процессы импичмента Пелоси находится под давлением не только депутатов, настаивающих на предъявлении президенту статьи импичмента Не меньшее давление, может быть большее, оказывают спонсоры демократической партии и рядовые партийцы-демократы В месяцы, которые предшествовали промежуточным выборам, калифорнийский миллиардер Том Стайр, который настаивает на импичменте, вложил в победу демократов десятки миллионов долларов Предвыборные опросы показывали, что не менее 70% демократов требуют того же Вопрос, посмеет ли Нэнси Пелоси идти наперекор спонсорам и избирателям-однопартийцам фундаменту своей партии? Два факта могут убедить Пелоси отказаться от призявления Трампу обвинительной статьи импичмента Первый факт общеизвестный, мы все о нем знаем, о втором можно только догадываться Вот что такое первый факт Первый факт Он должен знать, я думаю, каждый закончивший школу американец Импичмента президента палаты представителей недостаточно для изгнания его из Белого дома Изгнать президента может только Сенат Две трети депутатов Сената должны проголосовать за изгнание, не меньше, чем две трети Поэтому-то мы знаем и остались в Белом доме, подвергнутый импичменту палаты представителей Эндрю Джонсон в 1868 году и Билл Клинтон в 1998 Ныне республиканцам принадлежит большинство мандатов в Верхней Палате 53 мандата, у демократов 47, значит у демократов нет ни малейших шансов изгнать из Белого дома Ни малейших, это первый факт Более того, дамы и господа, если президент будет подвергнут импичменту палаты представителей То республиканское большинство в Сенате, они могут даже отказаться рассматривать то, что приняла палата представителей Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате скажет Ааа, мы этими делами заниматься не будем Это должен знать каждый, это факт Есть второй факт, тоже интересный Демократы, ну и конечно республиканцы постоянно проводят опросы общественного мнения Результаты этих опросов не оглашаются, они для внутреннего употребления Сегодня демократов интересует мнение граждан об импичменте Причем в первую очередь их интересует мнение независимых избирателей Потому что демократы, избиратели будут за импичмент Республиканцы против, что думают независимые избиратели Дамы и господа, мы с вами можем предположить Результаты закрытых опросов, они нам неизвестны Но они показывают, показывают Что независимые избиратели не одобряют импичмента Нэнси Пелоси, конечно же, знает о результатах закрытых опросов Известны ли, однако, американская история и результаты внутренних опросов Конгрессменам-демократам, которые требуют предъявить Трампу обвинительные статьи импичмента Разумеется, известны Но они больны антитрамповским синдромом И больны этим синдромом, конечно, не только депутаты Палаты представителей Опросы показывают 67% демократов-избирателей 67% По-прежнему считают Что между Трампом и Путиным был сговор Противостояние демократов в Палате представителей продолжается, дамы и господа Нэнси Пелоси Нэнси Пелоси До сих пор не знает ответа на вопрос Что делать Я не сочувствую этой даме И Нэнси Пелоси наверняка слышала сегодня заявление Мюллера В 11 утра Мюллер стал зачитывать заявление Связанное с его расследованием Ничего нового Он прямо сказал Ничего нового добавить к тому Что содержится в 448 страницах Он не может Тем не менее Тем не менее Он по-прежнему открывает дверь Для того, чтобы демократы Если они хотят Предъявили президенту Статьи импичмента Он, например, сказал Он сказал Поскольку он подчиняется Министерству юстиции Как специальный прокурор подчиняется Министерству юстиции Он сказал Что правила Министерства юстиции Не позволяют обвинять президента То есть Конгресс может А Министерство юстиции не позволяет В связи с этим, дамы и господа У меня есть вопрос Если господин Мюллер Знал Что он не имеет права Предъявлять президенту обвинения Зачем вообще Затевалось все расследование Расследование должно было показать Либо Либо Существовал сговор Трампа с Россией Либо не существовал Если существовал Значит виноват Предъявляется обвинение Если Мюллер Сегодня говорит Министерство юстиции Правила Министерства юстиции Не позволяют предъявлять Действующему президенту обвинения На кой, извините Хрен Затевалась вся эта каша Истрачены от 25 По одним подсчетам До 35 миллионов долларов Для чего? В 2 часа дня Это совсем недавно Полтора часа назад Перед журналистами Предстал Председатель юридического комитета Палаты представителей Фэт Надлер Фэт Джерри Он засчитал там Мало что интересного Был вопрос Он отвечал на два вопроса Один вопрос Будет ли начат Процесс импичмента Фэт Джерри ответил Рассматриваются Все варианты То есть Рассматривается Вариант Об импичменте Повторю еще раз Дамы и господа Если палата Представителей Подвергнет Трампа импичменту На этом все Завершается Потому что Сенат На этом деле Поставит крест Точку Ноль На этом я заканчиваю Монолог Дамы и господа Будет небольшой перерыв На рекламу После этого Я с удовольствием Присоединюсь К разговору с вами Не покидайте Возвращаемся В программу Алексея Орлова Моя Америка В этом сегменте Алексей С любезностью Согласился Принять Звонки Поэтому Номер телефона Студии 847 400 5200 Алексей Уже все линии горят Поэтому Начинаем Принимать звонки Оки-доки Добрый день Вы в эфире Здравствуй Алексей Я вас отношу К уважаемым Ведущим Борис Зорги Ну не поэтому Я вот Не политики Как бы Не политики Но за Трампом Наблюдают так Как Бадди Ленгридж Я не знаю Как это по-русски Язык тела Это неправильно Ну вы поняли О чем речь Его поведение Этого Высоцкого Смотри как крутится Нахал Узгин История Он обещал Он обещал Он Я не хочу Называть эти примеры Но он Не выполнил То что он обещал Их это хорошо Я в нем вижу Это Физиономик Для меня это ничего не убедит Это лжет Патологический И вы сказали Что там был О нем Сатья Что он Психический И так далее Я тоже как Психолог Любитель Подпожидаю это С другой стороны Меня еще слышно Вас слышно Мы вас внимательно слушаем Вот И по поводу Алло Говорите пожалуйста Да По поводу Конечно Было В Северной Корее Его поведение Это парадокс Какие он Выпады Делал Кельчун И наоборот И как они Рукопожателны Это Удивительно Чтобы по поводу Ирана Это тоже Я пацифист Я против войны В любом виде И все Я могу с кем-то Сокуситься С кем-то Федералом Но я в принципе Ну вот Такое мнение По поводу Я не хочу Молодой человек Послушайте По крайней мере Вы позвонили Послушайте Ответ Алексея Спасибо вам За звонок Господин сказал Трамп не выполнил Того Что он обещал Но я начну Перечислять Что обещал Трамп Трамп обещал Назначить Консервативных судей Верховный суд Он это обещание Выполнил Трамп сказал Что переведет Посольство Соединенных Штатов Из Тель-Авива В Иерусалим Он это обещание Выполнил Трамп сказал Что снизить налоги Он это сделал Кстати Я должен сказать Дамы и господа Что До 2018 года Мы отчитывались За 2018 год Я оплатил Федеральную казну Налоги Каждый год Каждый год Причем Иногда приличные суммы В том числе И в казну Штата Северная Каролина В этом году Когда я отчитывался За 2018 год Я в казну Северной Каролины Штата В котором я живу Не заплатил Ни цента А в казну Федеральную Я заплатил Только то Что я обязан Заплатить Потому что Фонд Сошел Секьюрити Ну мы должны Все платить Итак Налогов Обещал налоги Окей Снизил налоги Дальше Обещал покончить С исламским государством Которое образовалось Благодаря Обами Хусейну Обами Покончил С исламским государством Конечно террористы Распространяются По всему миру Но у них уже Не осталось Никакой территории Я бы мог Продолжать И продолжать Что обещал Трамп И что он сделал Окей Трамп обещал Что будет стена Стена Причем он говорил Что стену Будет оплачивать Мексика Я в это никогда Не верил Что он говорил Что Мексика Будет оплачивать Не верю до сих пор Будем считать Что это обещание Пока что не выполнено Но если На одну чашу весов Положить все Что обещал Трамп И выполнил А на другую чашу весов Положить то Что обещал И не выполнил То перевесит Перевесит Как только перевесит Чашу весов Что выполнил Более того Обещал выйти Со сделки С Ираном Вышел Обещал выйти Из Парижского Соглашения По так называемому Влиянию человека На изменение климата Вышел Что вам не хватает Вам он лично Не нравится Окей Окей Спасибо Спасибо большое Алексей Следую Говорите пожалуйста Спасибо за то Что остаетесь с нами Здравствуйте Вы знаете Я Такой человек Активный И поэтому Везде Где есть возможность Я разговариваю В основном С демократами С республиканцем Мне не интересно Потому что Мы на одной Как бы страничке Ни разу еще не было Чтобы кто-то из них Привел какие-то факты Которые Или аргументы Они уходят от ответов Такое впечатление Либо у них Биполярность У всех Болезнь такая Когда они Видят одно А представляют С собой Себе другое Либо они Все лицемеры Все подлецы Мерзавцы И все Как бы Тоже жулики Мошенники И так далее Разного уровня Потому что Вся эта партия Демократическая Превратилась Именно в такую То что вам Говорят Вот Говорят Вот Те которые Звонят Да Может быть Они сами Нелегалы Нелегалы И поэтому Вот они Так ведут Себя Ну вот Сейчас Вернусь К сути дела Когда я Слушаю Нэнси Пелоси Этого Адама Шифта Или Надлера Они говорят I believe Что такое Я верю Где у них Факты Ни у одного Из них Нет никаких Фактов Поэтому они Говорят I believe То есть Мы превратились В страну Типа Германии 30-х годов Когда Геббельцевская Пропаганда Влияла На людей И несмотря На то что В начале Когда Гитлер Пришел К власти Было всего 7% Нацистов Вся Германия Превратилась В нацистскую Все они Превратились В народ Ульдийцу Вот В это Превращают Представители Демократической Партии Я вас понял Разрешите мне Сказать Разрешите мне Сказать Толя Я скажу Пожалуйста Женщина Которая Звонит Но ей Нужно Она Выдать Какой-то Геройский Орден Если Она Начинает Спорить С демократами Поверьте Мне на слово Если Человек Начинает Что-то Там Говорить Про Трампа Не отвечать Я прекращаю Я вообще Не разговариваю Какой смысл Можно Убеждать В чем-то В чем-то Убежать Но можно Детей В чем-то Убежать Если взрослый Человек Уверен Уверен Что Трамп Такой Секой Пятый Десятый Какой смысл Вообще Тратить Время И здоровье На спор С этими Людьми Какой Смысл Я Я вас Не понимаю Моя Дорогая Радиослушательница У вас Очень Крепкие Нервы Я Не трачу Время На это У меня Я достаточно Уже В годах Человек Чтобы Расходовать Даже Одну Две Минуты На Убежение Антитрамповских Синдром Им нужно Ходить Психиатру Нужно Лечиться Убеждать Их В чем Спорить С ними О чем Это Пустая Пустой Расход Времени Для меня Образ Дон Кихота Продолжает Жить И наверное Будет Жить Всегда Давайте Примем Следующий Вопрос Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Уважаемый Алексей В начале Передачи Вы сказали Что Демократы Пытаются Уничтожить Электорал Калыч Вот мне Подруга Рассказала Она слышала На каком-то Радио Что Многие Штаты Ну в основном Демократические Естественно Может быть Только Демократические Принимают Такие Законы Что Обязывают Электорал Калыч Их штата Голосовать Не так Как проголосовали В их штате А так Как проголосовали Ну Папелло Воут Во всей Стране И таких Как бы Набралось По-моему Уже 180 В сумме Эти штаты Имеют 180 Голосов Электорал Калыча И что Вот когда Количество Эти штатов Перевалит За 50% Там 51 Голос То уже Тогда Не нужно Менять Конституцию И все Будет Порядки И мы Как говорится Победим Это демократы И Папелло Голос Займет Главенствующую роль Вот Скажите пожалуйста Действительно Ли Это Очень опасно И Ну Для Для нашего Государства Для Конституции Или это все Как говорится Ерунда Спасибо большое Спасибо Окей То о чем Вы говорите Пока Есть решение В двух Или трех Статах В двух Или В четырех Статах Примет ли это Размах По всей Стране Я Я Премного Сомневаюсь Все дело в том Что в любом Случае Для того Чтобы Отменить Коллегию Выборщиков Как угодно Как угодно То ли путем Что каждый Стат будет Принимать Какое-либо Решение Либо В целом По стране Нужно Изменять Конституцию Я Не могу Сто Процентно Отрицать Что Тот Процесс Который Начинают Демократы Дескать Там Какое-то Количество Штатов Примет Соответствующее Решение Когда Будет Принято Решение Так Что Более 50% Как бы Из Как 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 Каладжи То есть Число Всего Их 507 И Сказом Перевалит За половину То тогда Будет Не важно Будет Эта Конституция Применяться Или Не важно Я Не знаю Может быть Это Когда-нибудь Произойдет Never Say Never Но То Что Это Не Случится В Ближайшие 5 10 15 20 Это Можно Совершенно Гарантировать Это Первое Второе Сегодня В каких-то Штатах Правят Демократы Скажем Калифорния Полностью Демократический Стат Даже Разговоров Нет Штат Нью-Йорк Полностью Демократический Стат Разговоров Нет Но Кто Может Утверждать Что Через 30 Или 40 Лет В штате Нью-Йорк Большинство Не будет Голосовать За Республиканцев Мы Не можем Это Утверждать Поэтому Если Какой-то Штат Принимает Решение Согласно Которому Выборщики Из этого Штата Должны Отдавать Свой Голос Не тому Кто Победил В коллегии Выборщиков А Ориентироваться На Общее Число Голосов В стране То Штаты Которые К этому Скажем Придут В ближайшие 2-3-4 Года 5-10 лет Они Могут Оказаться В проигрыше Потому что Сегодня Демократы Завтра Республиканцы На мой взгляд Я повторю Для того Чтобы Изменить Коллегию Выборщиков В целом Требуется Дополнительная Поправка Конституции Решение Отдельных Штатов Это Всплески Пока что Они Никакого Влияния На ближайшие Опять-таки Повторю 10-15-20 лет Оказывать Не будут Спасибо Спасибо Алексей Добрый день Кто у нас Следующий Так Давайте Примем У нас Опять Все линии Горят Добрый день Вы в эфире Добрый день Добрый Добрый день Алексей Я помню Что вы были Футбольным Подозревателем Так я сообщаю Футбольным Никогда не был После первого тайма Всего наилучшего Спасибо За ваши комментарии Добрый день Вы в эфире Здравствуйте Ну Во-первых Кратко скажу Нет Я не Изум Пехотов Я многих На работе Так сказать Когда я работала Привела К понятию Что Надо голосовать За республиканцев Вся моя Семья И все мои Друзья Они тоже Голосуют За республиканцев Потому что Они знают факты Но сейчас у меня вопрос Такой к вам Прежде всего Сейчас идет Как бы борьба За то Чтобы Трамп Или Я не знаю Назначили Назначили Второго Спешл Прокурора Для того Чтобы расследовать Деятельность Этих Демократов Так вот Я считаю Что Все то Что они делают Это они Ведут себя Абсолютно Неадекватно Для того Чтобы Ни в коем случае Не допустить Чтобы Их Преступления Действительные Были Разоблачены Для этого Все это Делается Вся этой сирии Теперь я хочу Вас спросить State of Convention Уильям Барр Министр юстиции Уильям Барр Уже назначен Не специального Прокурора Специальный прокурор Пока не назначил Но он назначил Уже прокурора Известнейшего Человека В мире В мире юстиции Который бы Расследовал То что Происходило Перед выборами 2016 Года Уже назначен Этот человек Я знаю Я вас спрашиваю Или вернее Говорит Послушайте меня Внимательно Послушайте Более того В ближайшие дни В конце мая Май заканчивается В начале июня Представитель Министерства Юстиции Инспектор Министерства Юстиции Должен выступить С докладом С отчетом Что ему Удалось узнать О предвыборной Компании 2016 2016 Года Это человек Инспектор Он не имеет Прав прокурора Он не имеет Права Обвинять Но Отталкиваясь От того От фактов Которым он Придет Уильям Барр Может назначить И специального Прокурора Давайте не будем Опережать События Окей Следующий Из Шумера Что требуется Заставить Я прекрасно Напомню Отдательным вопросом Всяческих Это вот Такое Совершенно прекрасный вопрос Сколько Второй мировой войны Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok